Доброго времени суток, наши уважаемые зрители и подписчики! Продолжаю тему нормативов посадки зеленых насаждений на приусадебном участке. Итак, продолжим. В предыдущем обзоре мы рассмотрели нюансы посадки зеленых насаждений снаружи границы участка. Теперь давайте перейдем к отступам относительно различных сооружений, находящихся на территории вашего хозяйства. Есть элементарные правила. Если слишком близко посадить растительность рядом с различными жилыми или хозяйственными постройками, велика вероятность повреждения фундамента или кладки посредством разрастания корней растения или увеличения в объеме самого дерева в процессе роста. К тому же на состоянии постройки негативно сказывается и излишняя затеняемость сооружения. Возможны возникновения плесени, грибковых образований в результате излишнего скопления влаги на элементах постройки. Согласно СНИП 2.09.01.89, высокие деревья должны находиться за 5 метров до жилого объекта. Это норма. Но при этом минимальное расстояние составляет 3 метра. Что касается сельхозсооружений, в том числе построек для содержания птиц, животных, расстояние предусмотрено в 4 метра. Прочих строений – баня, гараж, летний домик, летняя кухня – не менее 1 метра. Также существуют нормативы, посредством которых регулируется посадка насаждений относительно коммуникации, как то вода или газопровод, линия прокладки электрокоммуникации, в случае, если они размещены под землей. В таком случае посадка высокой растительности деревьев составляет не менее 2 метров от места закладки коммуникации. Теперь давайте поговорим о необходимых условиях, которые подходят для нормального роста и полноценного развития насаждений, и какие условия надо соблюсти при посадке различных культур. Вот, например, расстояние между неприхотливыми деревьями должно составлять 2-3 метра, а плодоносящие растения правильно высаживать с расстоянием 5-6 метров друг от друга. Декоративные кустарники и невысокие деревья – 1-2 метра друг от друга. Есть еще много нюансов, зависящих от пород и видов растительности. Об этом я расскажу вам в следующих обзорах. Если у вас есть интересная информация, о которой вы хотите поделиться, пишите нам и присылайте видео. А на сегодня это все. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok